Сегодня отмечается Международный день светофора. 5 августа 1914 года на американском континенте был установлен первый предшественник современных устройств. О нынешней значимости светофорных конструкций в регулировании дорожного движения в сюжете Артур МХЦ. На минуту представим, что со всех улиц региональной столицы исчезли светофоры. Нынешняя интенсивность транспортных потоков такова, что автоинспекторы вряд ли смогут полностью заменить современные технологии, благодаря которым удавалось более-менее соблюдать правила дорожного движения. Отсутствие электронных регулировщиков станет заметным в первые же часы. Автоинспекторы, в том числе Карачаево-Черкесии, стараются использовать в профилактических целях любую возможность, чтобы минимизировать количество происшествий. Не исключение и Международный день светофора, который отмечают по всему миру 5 августа. Праздник День светофора активно используется сотрудниками госавтоинспекции, как еще один повод напомнить всем участникам дорожного движения и в первую очередь детям о необходимости строго соблюдать требования правил дорожного движения. Автоинспекторы в гостях у воспитанников одного из детских садов Черкеска. Аналогичные встречи в этот день прошли и в других учреждениях дошкольного образования. Такие игровые занятия наверняка помогут юным горожанам лучше воспринимать значимость светофоров для безопасности на дорогах. А это уже процесс обновления светофорных объектов на пересечении улиц Гражданской и Балахонова. До конца текущего года в Черкесске должны заменить четыре конструкции, после чего эру ламповых светофоров в региональной столице можно будет считать завершившейся. У нас в 2022 году заканчивается замена ламповых светофоров на светодиодные. Современные светофоры эти связаны с тем, что светофоры уже ламповые, моральные, физически устарели. То есть они не обеспечивают нужную видимость и нужное качество работы. То есть сегодня мы видим, что работы по замене идут. К сожалению, находятся и такие автомобилисты, которые, видимо, считают, что на них общие правила не распространяются. Впрочем, после замены на этом участке лампового светофора на светодиодный, отговорка, мол, не разглядел красный свет, уже не пройдет. За подобного рода административное правонарушение предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей. Повторный наезд на те же грабли приведет к потере уже 5 тысяч рублей или лишению права управлять транспортным средством сроком до полугода. За 7 месяцев текущего года на территории республики в результате нарушения правил проезда на запрещающий сигнал светофора произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 10 получили ранения различной степени тяжести. Нет сомнения, что без искусственных регулировщиков эта статистика на дорогах республики была бы куда печальнее. Артур Махцера, Солбердиев, Али Бастанов, Вести, Карачаев, Черкесия.